За отечество. Ну конечно. Так, оно есть у вас? Вы хотите сказать, у вас есть? Нет, я спросил сейчас про вас. Есть у вас отечество? Нету. А у меня есть. Я ему присягу давал. Нету. СССР? Ну конечно, я присягу давал. СССР же нету. Нет, подожди. Для меня есть, а для вас? СССР? Нет, отечество это понятие ценности вашей или моей. Это все не могу делать. Почему? Развалили страну, развалили страну. И в 41-м развалили. И что? В 41-м кто развалил? Как кто? Гитлер? Здравствуйте. Как на Украину, как на Белоруссию и дошел до Украины? Ну с точки зрения Советского Союза. Ну с точки зрения Советского Союза. Оттяпы куски, конечно. Огромные. Вы представляете, делаешь как бы? Нет, по сути же правильно. Мы еще не начали. По сути, ничего не правильно. Нет, по сути, правильно. Как вас зовут? Человек. А мы думали, вы не стесняетесь. А что стесняется? Отстаивать свою точку зрения. Мы не стесняемся. Раз вы человек, значит, у вас должно быть отечество. Другое дело, что оно может быть у вас другой, не такой, как у меня. Лучше жить бы уехать. Значит, у вас отечество там. Вот и все. Там, где лучше. Куда хотим уехать. Ну понятно. У каждого свое. У меня то, которым я родился, у вас там, где лучше жить. Ну хорошо, я. Ну у каждого свое. Я с проектом сказал. Если он не был вашим вниманием, все. Да нет, мы нормально разговариваем. Нет, нет. А кто сказал, что Бог разговаривает? За диалог. Не, вы просто говорите. За нормальный, хороший, творческий диалог. Нет. Отечество, это понятие. Ну давайте, за время для ясности. Нет, это не займем. Потому что вокруг отечества, собственно, и это главная ценность, вокруг которой идет борьба. Вот за это идет борьба. А все остальное следствие этой борьбы. И в том числе, как ты тут сказали, за выживание, да, это следствие. Проиграли отечество. Вы же правильно сказали. Проиграли отечество, потеряли его. По крайней мере, временно, я считаю временно. Украли отечество. Ну как? Ну потеряли. Украли. Украли. У нас никто не спрашивал. А вы референдум помните? И что? А что вы там ответили? Нет. А вы внимательно прочитайте. А там написано, вы высказали за то, что не было государства СССР, и было 15 государств, которым надо отдать суверенитет. Вопрос почитайте. То есть вместо власти в Москве передать эту власть на республиканский уровень. На ничем это все на Иуда, на Буране. Как нужно было, так они и сделали. Нет, подождите. То, что враги у нас есть всегда, это понятно. Тысячу лет живем. Но мы сейчас говорим не о врагах, а о роли части людей в этой процессе. То есть это немножко другая история. На чьи стороне вы солдат? Вот так стоит вопрос. А то, что с нами будут воевать, и будут воевать, дай Бог, после нашей победы, еще тысячу лет, у меня вообще сомнений нет. Потому что на планете Земля без войны, без борьбы невозможно остаться в живых. Как в лицу зайцу. Понимаете? Невозможно. И эта борьба, она будет вечной. Другое дело, что в этой борьбе надо понимать, ну как бы, как побеждать, свое место, в строю и так далее. Вот что-то для человека. А то, что конкуренция нации и войны, ну да, иначе не бывало. Ну а как? Ну то есть, грубо говоря, ваш, я вижу, что вы просто здесь. А не зашли бы в сторону? Да нет, это не, мы как раз говорим по сути, это не в стране. Вот, например, ваш дед, мы еще не начали, мы ждем кого-то. Вот, например, ваш дед прадед, он понимал свое место. Он пошел не в немецкие войска, а в советские. Он понимал свое место. Прапрадед во время войны 1812 года понимал. То есть, мы понимаем? Да. Понимаем все? Конечно. Нет, ну кто не понимал, кто не понимал. Вы сейчас понимаете? Я понимаю, кто... Или это просто для публики разговора? Нет, подождите. Я как вот понимал это, когда служил в армии еще в советской, так и понимаю. Как это понимал... Вы понимали в советской армии, извините, в советской армии, что вы понимали, когда служили? Я выполнял в советской армии. Он говорит, что сейчас пока не все собрались. Да, да, не все. Ну вы иногда мне слово... Вы мне иногда слово давайте, чтобы я отвечал. А то вы все время прерываете, а мне не даете. Я слушаю внимательно. Я сейчас вот женщина взговариваю, она не перебила. Я подожду, когда у вас закончатся диалоги. Закончились? Могу отвечать, да? Так вот, когда в советской армии, я четко понимал, в соответствии с притягой, я защищал свое отечество, Советский Союз, конкретно в виде войны в Афганистане, где я участвовал. То есть, я участвовал конкретно, для меня это было очевидно. Я там не интернациональный долг выполнял. Это коммунисты мне лапшу повесили, что интернациональный долг. Я выполнял долг по защите отечества на дальних рубежах. Вот что для меня было. Разве не так? И все, кто в советской армии служил, это понимали. И пошел я туда добровольно, написал заявление, пошел. То есть, это понятная вещь, как нас воспитывали со школы. И это вообще воспитание тысячу лет нашло. Откажемся от этой линии. Конечно, мы потеряем отечество окончательно. Это же понятно. И в 91-м году мы его потеряли, временно, правда. Именно по той причине, что огромная масса народа потеряла ориентацию. Вот в этом главном понятии. То есть, то, для чего для наших дедов-праздов было надо отдать жизнь, 30 миллионов отдали. Для многих в 91-м году это было не обязательно такой важный факт, или вообще не факт. Вот это, на мой взгляд, источник проблем. То есть, источник проблем не только в том, кто нас обманывал, не только в Горбачеве преступнике, которого надо судить и казнить. Не только в этом. Но и в потере ориентации у широких народных масс с точки зрения тысячелетней русской истории. Ну, разве я не прав? Суть-то в этом. И вот этот результат мы получили выживание. Логично. Переиграли войну, потеряли ориентацию, стали выживать. А как вы хотели? Халява тут не то в мире. Как только вы потеряли механизм своей защиты, тут же вы стали зайцем. Вас погнали в лес. Все. На зубок в воду. Потом поспорим после этого. А что мы потом? Да мы потом поспорим. Хорошо. Хотите, мы после окончания с вами сядем под камерой и поговорим. Договорились? Под камерой? Да. А что нам закрывать? А зачем под камерой? Чтобы люди видели. Кого видели? Ну, а что нам между собой общаться? Чтобы народ видел в камеры, это в интернете. Но это потом, да? То есть мы закончим встречу. Я не артист, я на фубе подмиграю. Не будете? Я не артист, я на фубе подмиграю. Вы сейчас ответили, занимаетесь. Нет, я, например, за отечество. Нет, если бы не диски болят, так я вот так вот рад бы. Вы можете не артист, а для меня это борьба за отечество. Вот разговор с вами для меня это путь солдата. Вот в этом как бы... Красивые слова. Ну, это правда. Так, что мы начинаем? Потом я вас приглашаю на беседу после того, как мы обсудим общие темы. Я думаю, что все собрались, хотя уже пяти. Но если кто-то еще подтянется, мы будем рады, что у нас станет больше. Я думаю, что человек не нуждается. Все-таки это депутат Государственной Думы, шести, я так понимаю, созвездов. Пяти. Пяти. Ну, в том числе первого. Федоров Евгений Алексеевич, координатор Национального освободительного движения. Первый раз у нас в Чайковце. Прошу. Присутствует здесь большинство, я так понимаю, передовой отряд нашего Отечества, Национальное освободительное движение. К сожалению, у нас так получилось, мы здесь уже начали эту дискуссию, что в 91-м году нашему Отечеству нанесен был чрезвычайно сильный удар. Мы временно потеряли огромное количество территорий. Мы их, конечно, вернем, потому что на нашей стороне международное право, и на нашей стороне очевидная незаконность решения 91-го года. А значит, раз незаконность, значит можно отменить. Если бы законно, нельзя. Конечно, мы это вернем, и самое главное, мы вернем свободу и независимость нашего Отечества, потому что именно это позволит нам решить все проблемы нашей жизни, которые действительно, я, кстати, подтверждаю начало нашей дискуссии, с каждым днем мы будем жить хуже и хуже, пока, собственно говоря, вернем Отечество, с помощью которого мы будем жить с каждым днем лучше и лучше, если так укрупненно. Я думаю, в нашем разговоре при необходимости мы раскроем детали этого процесса. Вообще, национальное освободительное движение, оно, это настолько простое, что против него никто возразить не может. Поэтому наша борьба с нами никогда не идет по сути нашего процесса. Это борьба. Движение – это борьба с оккупантом, с внешним управлением. И мы опираемся на правду, а правда, обратите внимание, всегда устанавливается. То есть она не выбор, как бы, мнений. Вот у меня такое мнение, а у меня какая правда. Нет, правда устанавливается в процессе диалога. Именно поэтому методы национального освободительного движения – это диалог. Высшая форма диалога – это работа на улицах, пикетах. Здесь многие из вас, или даже большинство, наверное, имеют огромный опыт. Вот это уличные боевые работы. И политические, законные процессы. Результатом нашей деятельности – метод восстановления суверенитет. Конкретный метод сегодняшней борьбы – это сбор подписи по изменению к институции 13 и 15 статьи, где заложена вертикаль американского власти, вертикаль американского управления. И отмена через суд по закону, незаконных решений 1991 года. Почему второй пункт появился сейчас, как важный в нашей повестке дня? Потому что, я думаю, что все разумные люди понимают, что после 14-го года мы попали в очень серьезную геополитическую историческую ловушку. Впервые в истории человечества нашу страну называют агрессором, а мы таковыми не являемся. Эта ловушка прямо вытекает из статуса страны, не имеющей суверенитета. Потому что очевидные вещи не принимаются, в том числе судебной системой, именно в силу того, что и судебная система завязана на внешнем управлении. То есть, мы достаточно очевидно видим, что путь России и в целом территория Советского Союза по пути отсутствующего суверенитета и оккупации приводят очевидно к нашей ликодации. О чем откровенно говорит и Путин на последнем послании к Федеральному собранию, вот я был в зале недели 3 или 4 назад, он прямо сказал, что если Россия не будет суверенной, она погибнет. Для меня это очевидно. И для моего деда, прадеда это было, для всех, кто жил на нашей земле, это было очевидно. Есть сейчас люди, для которых это не очевидно. Но это главная наша проблема. Не было бы таких людей в большом количестве, мы бы уже жили в 10 раз лучше, чем сейчас. Потому что мы все-таки, наследство от предков, получили самую богатую в мире страну, треть мировых богатств, самую большую в мире территорию, что не просто нам дали на халяву, это результат тысячелетней борьбы с другими народами. И поэтому самая богатая страна. И осталось просто, чтобы эти богатства были использованы на благо нашего народа и каждого человека конкретно, непосредственно. Это и есть только через механизм суверенитета. Я думаю, что все-таки я приехал здесь не речи читать, а диалог. И поэтому, я думаю, те вещи, которые нуждаются в деталях и пояснении, мы откроем в процессе диалога и прямого ошибки. Есть такая модель? Согласны? Согласны? С таким? Да, шкатичка тема. О, отлично. Согласны. Все, тогда моделируйте наш диалог. Да, давайте я начнем вопросы. Я хотел спросить. Я, сколько понял, 2007 год, в нем все-таки речь с Путином, да? Он там сказал, наблюдаются, там как-то, это, крушение однополярного мира. Не так. Он сказал, есть. Он наоборот заявил о том, что в мире существует американский однополярный мир. Но там что-то наблюдаются. Ничего подобного. Помнимательно посмотрите. Существует однополярный мир, и этот однополярный мир один центр власти, один центр принятия решений. То есть он открыто сказал, что Россия в оккупации внешнего уровня. А потом-то он как-то добавил, что наблюдается, какие-то предпосылки. Ну, он сказал, что есть тенденция для его ухорошения. Но он не сказал, что он рухнул. Он сказал, что он есть. А насчет тенденций? Просто либо он есть, либо его нет. Он есть. Вот. Насчет тенденций. Если он так сказал, он же не просто так сказал. Значит, затем какая-то сила уже стояла. Его, вы, конечно. Борьба России. Нет, но как его? Он тогда бы сразу на народ опираться не стал. Значит, такая-то более серьезная сила уже за этим стояла. Смотрите, давайте так. Что вы узнали о Мюнхенской речи Путина? Вот что не было до этой речи, а теперь вы и узнали в седьмом году. Вы узнали, что есть такой американский мир однополярный, то есть американская империя. Он информацию дал всех, что есть такая империя. Обратите внимание, он это говорил даже не нам, мы и так это знаем. Он это говорил международному сообществу, Мюнхену. То есть есть такая американская империя. Эта американская империя неприемлема. Он же не сказал, что здорово, что мы американская провинция. Это неприемлемо. И он даже говорит всем, кто слушал его, международного сообщества, что есть признаки, что эту империю можно разрушить. Признаки. И он пригласил мировое сообщество к этому разрушению. И дальше он начал действовать. То есть он начал проводить мероприятия по созданию мирового национально-освоительного движения. Я так понимаю, без какой-то силы за ним он бы эти предприятия даже не начал. Но какая-то сила была уже за ним. Россия. Россия в том виде, на котором она была в 2007 году. Россия в 2007 году, в отличие от России от 2000 года, это была страна, которая выиграла войну за территорию целостности на Чеченской территории. То есть это уже была какая-то сила по отношению к 1990-м годам. То есть это было реально кто-то, на кого можно было опереться, когда он эти слова говорил. Ну слушайте, на кого мы в России можем опереться? Только на наши обстоятельства. То есть политики просто так не бросаются. А кто бросался? Послушайте, вот еще раз. Путин говорит в мюнхенской речи. Ну как бы мы это видели, но это не к нам. Он говорит участникам конференции. Кто там? Китайцы, индийцы, страны БРИКС, европейцы. Он им говорит, вот есть такой однополярный мир, один центр власти, один центр принятия решений. Он нам неприемлем. Потому что Югославия там, то-то-то, неприемлем. Давайте объединяться для его разрушения. То есть объединяемся в мировое национальное строительное движение. Я понял, значит какие-то скрытые договоренности с китайцами уже до этого были, и то потом обращено было. Я думаю, не так. Я думаю, что в 2007 году, я немножко знаю динамику, если хотите, уже конфликт между Путиным и американцами обозначен был, как мне преодолеть. То есть они где-то до 2004 года рассматривали, что Путин не является большой угрозой. Во-первых, потому что они все контролируют, потому что у них олигарх. Нет, я слышал, он о многих. Да. А почему же они его не угрожали? Нет, подождите, я сейчас. Давайте последовательно отвечу. То есть до 2004 года американцы считали, что они, ну как бы неважно, проблемы Путина такой нет. Они дожмут Россию. Даже несмотря на Чечню. К 2005, особенно после Бухарестской встречи, они сообразили, что это реальная проблема. Сообразили. И к 2007 уже конфликт заискрил в полном объеме. И тогда те вещи, которые Путин до 2007 года не особенно говорил, ну потому что, чтобы не обострять отношения с начальством. Вы же тоже не всегда с ним обострять отношения. То в 2007 году уже это было бессмысленно, как говорится, молчать. И он уже обратился к мировому сообществу о взаимодействии в решении этой проблемы. Он сказал, у нас проблема. Мы часть американского однополярного мира. Перевожу на русский язык. Мы провинциями. Конкретно здесь в России какой-то конкретной силы не было? А та, я думаю, вооруженной силы просто. Конкретная сила заключается только в том, если вам так скажут ответ, что в 2007 году он считал, что американцы его сходу сбросить не смогут. Вот так. То есть еще в втором, третьем, четвертом он исходил из того, что могут. Ну потому что действительно, я обращаю ваше внимание. Что? Помните, он сказал, что когда он пошел на президента, он уже был избран. Собрались олигархи, которые сказали, ну мы тут еще посмотрим, кто. Это его слова. Посмотрим, кто тут начальник. Мы еще, может быть, не примем этого президента. Это же его слова. То есть, грубо говоря, и это правда, власть у них гигантская. И сейчас у них гигантская власть. То к 2007 году он уже внутри страны более-менее получил точки опоры. И в спецслужбах, и в политической среде. То есть, у него появилась к тому времени фракция в парламенте. То есть, он укрепился хотя бы чисто. Кроме того, американцы тогда не были так сильны в России. Они же, грубо говоря, укрепление Путина для них было неожиданностью. Слишком быстро он укрепился в народе. И к 2007 году у них еще не было институтов пятой колонны, которые могли бы его сбросить. Таких, как есть сейчас. Но к сегодняшнему институты пятой колонны усилились. И он еще больше усилился. Он еще перебросил армию. Вел дополнительное ядерное оружие. То есть, грубо говоря, ставки возросли. То есть, за это время они нарабатывали эти институты? Правильно. Они у них есть эти институты. Просто они на рассеять эти институты не имели должных объемов. Они их имели в Грузии. А тут они, ну а что, деньги кидай, да наращивай. Там, грубо говоря, институт стоит. Вот сейчас они вот, обратите внимание на встречу Путина с главой Росфинмониторинга. Недели две назад 80 миллиардов американцы бросили на свержение российской власти и ликвидацию страны. Большие цифры. На Украине во время Майдана это было 5 миллиардов. Чтобы сравнить масштабы явления. А все основные силы их остались. Еще раз. Дафшеризация не решена. Олигархи по-прежнему являются владельцами всей экономики страны. Она и не может сейчас прохидеофшеризация. Сейчас мы это обсудим. Ну, чтобы не смешивать в одну кучу. Ну, чтобы не смешивать, обсудим. То есть, я на Ваши вопросы ответил конкретно. Если Вы хотите обсудить вопрос до обширизации, мы можем сразу к нему перейти. Когда мы дойдем до экономики. Вот ведущий. Если у кого-то будут вопросы, Вы поднимайте. Есть еще какие-то вопросы? Да, я просто к тому, чтобы знать, есть ли вопросы. Я гость. Вот хозяин. Груб пока нет. Элисии суверенной нету. Да, Вы правы. Деньги на армию откуда берутся? Из бюджета. За счет Вашего налога. Это мало. Правильно сказать, мало. Но армия, костяк нашей армии все-таки составляет не военная программа, которая действительно 20 триллионов, это правда. Но бюджет, напоминаю, у нас где-то 16-17 триллионов. То есть 20 триллионов, это, грубо говоря, военные расходы, ну, больше, чем бюджет годовой. Это программа на 5 или 6 минут. Сейчас, подождите. Но основу нашего оборонного потенциала, все-таки это советский оборонный потенциал, потому что основа оборонного потенциала ядерное оружие. Ядерное оружие, его основной массив сформирован был во времена Советского Союза. И поэтому он есть основа его. А новейшие авианосцы, новейшие подводные лодки, новейшие дополнительные ракеты, там, ракеты средней давности, калибры и так далее, они его усиливают. Ну, а в принципе, они радикально нашу военную мощь не подняли. Но уже ли бюджета хватает? Еще раз говорю, это старый советский запас. Это наш, ваш отец его создал, и вот этот запас сегодня нас выручает. То есть, это основа. Дополнительные 20 триллионов, извините, 20 триллионов, то есть, это размер где-то больше одного бюджета годового. Радикально нас не усилил. Он нас укрепил в некоторых аспектах. Я бы вам сказал, раз вас интересует военная тема, я бы сказал, что главное здесь, Путин лидер. То есть, он дает решение проблемы. Как решить? Другое дело, что решить просто по его команде нельзя. Для этого надо иметь силы для решения. Ну, как решить? Он дает, как человек, как политик. Он, например, впервые за 30 лет, это советское даже времена еще, предложил сменить военную доктрину. Вот как раз послание, о котором мы говорили недели три-четыре назад. Он сказал впервые, обратите внимание, это очень радикально. Никогда такого не было за 30 лет. Послушайте, я закончу, чтобы сказать, что именно он сказал. Он сказал, что давайте поменяем военную доктрину и бить будем не по месту, не по территории, с которой по нам нанесен удар. Американцы 30 лет строили свою военную программу, которая больше нашей ежегодно в 10-20 раз по расходу средств. Они ее строили из расчета, что они будут ударить с территории третьих стран. Например, Польша, Румыния. 800 баз под это создали, представляете? И не получат ответный удар по территории Вашингтона. А поляков им не жалко. И впервые три недели назад Путин сказал, мы постараемся, по сути, изменить военную доктрину, чтобы бить по территории США в Америке. В случае, если удар из Польши будет, или Румынии, или Украины, или Грузии. Это реально будет или да? Нет, подождите, это надо еще добиться. Но с точки зрения возможности, ну грубо говоря, он бесплатно повысил уровень нашего противостояния с американцами в десятки раз. Вообще не заплатив ни копейки. Потому что это слова с трибуны пока. А военная доктрина это все-таки бумага, да? Это не железо. То есть он предложил метод, которого до него... Наверное, ни для кого не секрет, что наши ядерные силы, они конечно огромные. Но они муляжи. Наверное, ни для кого не секрет. Потому что у этих ядерных сил нету полетных заданий. А полетные задания есть продукт политического решения в нужный момент. То есть, грубо говоря, нажать красную кнопку, никто никуда не полетит. Надо еще к красной кнопке сказать, а куда лететь? Дайте команду. А это не нажатие кнопки, это целый политический процесс. Там надо собирать совет безопасности, определять откуда был удар. Понимаете, да? То есть это муляжи. Плюс у каждой нашей ракеты ядерной рядом находится ЦРУшник, еще по Горбачевским договоренностям, который живет на ядерных объектах и контролирует этот ядерный объект конкретно. То есть, грубо говоря, американцы доклады получают в ежедневном режиме, что Россия у них ничего не окружает. Не потому что что-то Путин сказал, а потому что они получают от каждой ракеты прямую информацию от своего военнослужащего. Это по договорам еще Горбачевских времен. При наших ракетах находится контролер. И поэтому они не опасаются России. То есть они понимают, что еще от путинских слов по изменению доктрины до реального изменения еще надо пройти путь борьбы. А у них тут есть кому повлияет этот процесс, чтобы не было такой военной доктрины. Так что еще это, чтобы подготовить нам изменение баланса опасности, будем так говорить, нам еще надо пройти определенный путь нодовской борьбы с точки зрения военного строительства. И миссия это другой вопрос. И миссия это другой вопрос. Я просто хочу, просто вы все время задаете вопросы из разных областей. Я на них отвечу, просто давайте как-то блоками экономику мы отдельно обсудим. Да? Все, давайте отдельно обсудим. Просто у людей тоже вопросы есть. Татьяна, Татьяна. Вопрос, 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 вопрос. Когда же вам отвечать? Может быть вы из-за ответа уже получите ответ на ваш вопрос, который вы постоянно выдаете. Вам послушайте, да? Все, экономику обсудим. Нет, уже хотят с вами. Экономику обсудим через 20 минут. Прошу. Татьяна, а есть областы? Вот я его уже задала. Кому? У вас конкретный вопрос есть. Да, еще есть Евгения Алексеевича в классе. Какие эти вопросы? Так, прошу. Если у вас есть вопрос, вы давайте. Все, все. Значит, вот смотрите, просто, ну как бы, народ, получается, поддержан, да? Последние выборы показывали, все. Поддержан кого? Путина, Путина. Да, конечно, Путина поддержка есть. Хоть и многие кричат, там, я не голосовал, кто голосовал, непонятно, ну, есть такое. Не, ну, неважно, есть выборы, да, да. Все равно, значит, а мы, получается, молча не глядя ни на кого, все, поддерживаем, все понимаем. Это хорошо. Да, да. И, кстати говоря, Евгений Алексеевич, вот мы вначале сказали, да, что вот проблема-то все-таки в нас, я вот стыдно признаться, но до 40 лет я... Не только в нас, но и в нас тоже. Да, есть, есть, я вам скажу почему. Потому что вот благодаря вам я многое, конечно, понял и переосознал, и хоть начал в чем-то разбираться. Вот стыдно признаться, но до 40 лет коммунист-демократами я слушал, во сущности. Вообще, кто они такие? То есть я думаю, это они все одно и то же, то есть там до 40 лет, и я не один такой. Потом, видимо, времени побольше стало, я как бы предприниматель, да. Спасибо. Занимаемся рутиной, сидим в своем, как говорится, там, своих делах, ничем не занимаемся, ничем не увлекаемся, то есть потом как бы потихоньку, потихоньку и... Ну я как бы считаю, что себя вашим учеником... И вот этот человек, я хорошо понимаю, я через это мышление прошел. То есть вот он сейчас говорит, возмущается, я прекрасно понимаю, в чем его... Это нормально, мы с ним отдельно подводим. Да, 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 то есть я через это прошел, этот этап уже сзади. То есть вот сейчас получается как, вроде народ поддерживает, да, все есть там, и президент все там старается, все... И получается, что есть некая прокладка, что ли, которая мешает там, да? Не совсем так, смотрите. Что такое... Вот еще раз слова Путина, которые мы обсуждали. Один центр власти для нас. То есть президент открыто сказал, что вопросы системного характера для России решаются в Вашингтоне. Дальше я вам говорю, как депутат, который исправил с первого созыва. Конкретно вертикаль власти работает от Вашингтона к нам. То есть к нам, депутатам, приходят документы в режиме ежегодно, они в интернете есть, мы их тоже выкладывали. Прямо написано Вашингтон, округ Колумбия, и дальше так называемое решение исполнительных советов директоров МВФ, например, там не только они. Что надо сделать в области законодательства? Прямо пишут. И вы это прочитаете, это на русском языке все есть, они же переводят. Вот такие тома ежегодно. Плюс к этому несколько тысяч советников американских работают в российских министерских ведомствах, расшифровывая эти позиции в виде региональных еще своих дополнительных томов, документов, что именно надо делать. И это и есть для нас вертикаль власти. То есть она как работает? Система идет оттуда, ниже идет федеральный уровень, вот например депутаты, ниже идет региональный, в Вологде, еще ниже муниципалитет и Череповец. У каждого есть как бы свой кусочек власти, но начальство там основное. Оно выдало основные решения, дальше на уровне Госдумы эти решения добавили что-то, но не меняя суть. У нас так и записано в нормотворчестве, что смысл содержания и применения законов определяют иностранные специализированные учреждения по своему разумению, по своей задаче. А у них свое начальство и свой народ, у Вашингтона же свой народ. В результате мы перекачали нашу экономику за 25 лет, мы реально из экономики, которой было 14% мирового ВВП, ну куча была заводов. Ну я понимаю, у Вас тут огромный завод рядом, ну вот чуть подальше посмотрите. Которые позакрывались и у нас наш общий котел экономический упал с 14% до 1,5%. Я так напоминаю, что во времена 100 лет назад перед первой мировой у нашей отечества было 9,5%, а сейчас 1,5%. То есть произошло и по их решению постепенная ликвидация целых гигантских отраслей. Например, самолетостроение пассажирское в Советском Союзе приносило доходы больше, чем нефть и газ. И каждый третий самолет мира был нашей, ту и илы. Их нет. Кроме, конечно, вот летает только Путин на илах и все, один там два осталось. Их нет, а их были тысячи. Станкостроение – нет. Судостроение – нет. Машиностроение – нет. Приборостроение – нет. То есть огромные куски отраслей, в которых работали авиастроение – это было 300 заводов. Они исчезли. Вместо них металловом, вместо них торговые центры – их нет. Это курс. МВФ проводила определенный курс, в котором оно сказало – вы, ребята, мы вам не очень доверяем, вы будете маленькая узкая специализация – нефть, газ, металлургия. Все. Вот заузили наши возможности. И, соответственно, заузили наши доходы. Отсюда и зарплаты. Вот здесь упомянули. Да, действительно. Но череповцы, по-моему, сколько средняя зарплата по череповцу? 25, 22, 18. Здесь побольше. На экспорте. На заводе работают. А в целом по стране у нас средняя зарплата считается 35. На самом деле она около 20. 35 – это неправильно. Если для генерального директора получать 8 миллионов. Вы меня сейчас услышали? Я уже не сказал. На самом деле 20, а средняя – 35. Я ж так и сказал. Видите, я вас опередил. Вы меня слушайте. То есть, вот это по стране. Ну так за эту же работу такой же пацан на металлургическом заводе, но в другой, допустим, в европейской стране, получает сколько? 200. То есть, дом на та же. Та же, тут уже суперсовременные все. Станки те же, рынок тот же, цены те же, а зарплата в 10 раз меньше. А почему? А потому что модель экономики, которую для нас выставила МВФ, такова, что мы являемся спонсорами их. То есть, идет перекачка туда наших ресурсов. В результате вы, ну и все, получают в 5-10 раз меньше за свою работу, чем страна, у которой нет третьей мировых ресурсов. Германия, например. То есть, это решение. Вот я привожу, как это работает, вот мы, наверное, выйдем на экономику, на ваш вопрос. Как это работает? Я вот недавно, Московский коммунистом, опубликовал цифры. Я все-все отказываюсь на официальное. Просто у меня, я знаю, где смотреть, да, то, что называется. Я все-таки экономист. Он говорит, вот Газпром продает в Германию, Газпром, государственная компания, в Германию газа в денежном выражении в 2,5 раза меньше, то есть денег получает, чем Германия покупает у Газпрома. То есть, мы продали на миллиард, а Германия купила на 2,5 миллиарда. А где разница 1,5 миллиарда? Она не в Германии, она в офшор. То есть, в Англии и Америке? В Германии. Объясняю какая. Свистнули, это если воры и спрятали, а офшоры все прозрачны. Офшоры обеспечены английской юрисдикцией. То есть, грубо говоря, свистнули, это суд. Взял, отнял у вас, вы свистнули, а вас суд отнял. А английский суд ничего не отнимает. Он говорит, молодцы, что свистнули. Полтора, вот эту разницу полтора, давайте-ка перечислять в английско-американский бюджет в виде налогов и рост экономики. То есть, это рента, посредническая рента, которую получает Соединенные Штаты Америки от своего доминирования России. По конкретно, например, «Газпрома». И это касается всего. У нас торговый баланс, разница в торговом балансе по цифрам МВФ с нашими, разница в два раза. То есть, мы продаем товары на 600 миллиардов долларов, а мир покупает их на прилет 200. Разница, это как «Газпрома». Разница Америка-Англия. Вот это механизм сбора данных. Там еще много, мы к ним еще придем. Вот это часть колониальной схемы. То есть, современный колониализм, он таким образом устроен. Но внутри этого колониализма у вас 20 тысяч. Понимаете? Потому что полтора процента так и выходит. Одно дело 14 процентов иностранного, другое полтора. Общий котел в 10 раз меньше. Соответственно, в 10 раз меньше, грубо говоря, доход каждого едока. Вот как схема эта работает. Поэтому, да, вот... Чтобы отказаться, надо поменять решения, которые этот порядок установили. Понимаете, да? Поменять, я понимаю. Для того, чтобы поменять решения, которые установили порядок, надо иметь для этого... Ну, вы же понимаете, эти деньги кто-то получает. В данном случае, огромные США самые огромные державы. Они же будут против, да? Ну, логично. Ну, согласны? Санкционный халяву в триллион от Газпрома, а тут не будет. Конечно, они против. Значит, у них есть возможности повлиять на Россию такие, что их позиция против не может преодолена быть, например, просто словами Путина. Он же требует дофчеризации. Постоянно. Он сейчас опять встречался с Роскопом, опять требовал. Он с ними встречается каждый квартал. И требует дофчеризации. Но его требования – это как бы желание человека. А у них экономика. С какой стати они будут, ну, как бы, выходить из этой схемы? И от Вашингтона идёт тысячи нитей, собственно, колониального управления. Это не только МВНФ и Госдума со своими решениями закона. Это и вся экономическая часть. Вот здесь Северстань. Ну, на кого она завязана в своё огромное современное предприятие? На кого она экономически завязана? Вот как работает это предприятие, как и все остальные. Тут нет конкретной опыни по Северстане. Очень простая схема. Знаю. Подождите, я Вам скажу как экономист. Детали. А Вы мне дополните. Очень простая схема. Итак, на мировой рынок продаётся товар, который Вы производите. Ну, половина, наверное, здесь присутствующая, да? Этот товар продаётся по своей рыночной стоимости в стране, где он продаётся. По всему миру. Обратно ввозится от проданных денег та часть, которая нужна только на Вашу зарплату по 20 тысяч. Ну, кому-то 40. Ну, так, 40, да? Плюс необходимые расходы. То есть, по сути, на себестоимость. Разница с себестоимостью может быть в несколько раз. Вот мы на Газпроме видели разницу, видите, какая? Два с половиной раз. А здесь я даже не знаю, какая у Вас разница. Я думаю, можно посчитать тоже в несколько раз. И эту разницу, она остаётся там. То есть, по сути, компания, которая здесь, выйдя, работает, является нероссийской компанией с точки зрения формирования её прибыли и экономики её работы. И российское правительство, помните, Белоусов хотел отнять у Северстаги деньги? Было такое, помните? Помощник Президента. Он просто дотянуться до неё не может. Потому что эти деньги не здесь. Тогда зачем она такая власть, если они в Вашингтоне подчиняются? Секундочку. Это власть... Нет, слово «зачем» мы сейчас обсудим. Всё обсудим. То есть, это... Вот это... Почему такая власть России? Зачем? Я тоже считаю... Я считаю, что эта власть должна... Нет. Вы жить собираетесь здесь? Здесь, да. То есть, вы понимаете, что в этой стране должна быть власть? Должна. Должна. На хорошую. Значит, её надо поменять. На какую? На другую. А вопрос там. На какую? Хорошую. В Вашингтоне подчиняться. О! Молодец! Я чувствую, не нудовец, но стал. Вот таким раз мы стали нудовец. Правильно. Отсоединить четвёртую американскую власть, которую Путин в Вашингтоне назвал. Он же назвал всё. От России. Перестать ей подчиняться. То есть, совершить... Вы давно? Подождите. Совершить национально-освободительный процесс. Завершить его. А чтобы подчинять и подивляться, это есть юридические аспекты подчинения. И, ну как бы, жизненные аспекты. Экономические, дипломатические, многие-многие другие. Юридические аспекты прописаны в Конституции. А Конституция, к сожалению. Там же не просто дураки. Сидели когда, в 91-м, 93-м году. Они утвердили свои решения Вашим голосованием. Это же... Они же могли без него сделать. Без голосования. Ну, кто-то же голосовал. Они там все сделали так, как им нужно было. Не в этом дело. Ну, послушайте. Мы сейчас говорим о документе. Этот документ есть продукт не просто решения Ельцина, а продукт голосования. Если Вы считаете, что там что-то нарушено в плане подсчета голосов, это вопрос к суду, не ко мне. Понимаете, да? То есть, этот документ надо поменять. Какой бы он ни был. Каким образом поменять тогда? Так же. То есть, как его воспринимали в 93-м, так и поменять. Лучше референдуму. Почему лучше? Потому что тогда надежнее, чем кто-то опять за спиной, там, ну знаете, в Конституционном собрании поменять. Вот отсюда наша конкретная тактика и сбор подписей. Там подписи уже и сказано. Поменять Конституцию в части 15-й статьи. Это о том, что Соединенные Штаты Америки определяют смысл и содержание наших законов. Об этом статье. Закон всех. Всех 4 тысяч. И 13-я статья, которая запрещает идеологию для целей госстроительства. Идеология, понимаете, кроме отмены, Вы правильно сказали, первую часть, отменить внешнее управление, а вторая часть, наладить свое. А мы же уже не умеем. Кто у нас депутаты Государственной Думы? Я что-то не слышал на выборах, чтобы хоть одна партия приглашала туда специалистов по закону. Спортсменов, да. Артистов, да. Публичных деятелей, да. Специалистов в области пиар, да. А вот чтобы писать тексты юристов, я такого не слышал. Это вопрос к Вам, к депутатам. Подождите, еще раз. Я наемный человек. Вы наемный человек? Я? Вы на работе работаете? Естественно, да. В этой стране. Это не вопрос к нам. Это вопрос к системе, которая уже меня, как депутата, взяла на работу. В данном случае депутат. Я высокооплачиваем, но работаю. Вы просто понимаете, я руководителю своей франции. Наверное, то вопрос Вам задает. Я Вам отвечаю. Отвечаю. Ну, то есть, обратите внимание. Для того, чтобы решить проблему, надо первое, решение народа. Потому что он так установил. Пускай там не знал. Это другой вопрос. Он так установил. Отсюда надо решение людей. Потому что на референдуме идут люди. Они утверждают отказ от внешнего управления. И второе, собственно, реализовать план Путина. Он об этом говорил, многократно, для офшеризации. И там много чего еще. То есть, отменить не только де юра, но и де факто. Но без де юра де факто отменить нельзя. Потому что вся система российской экономики изначально не имеет права на самостоятельную деятельность. Но я упомяну 13-той статьей, а потом еще раз верну. Что это такое, что такое creating идеология госстроительства. Что такое госстроительство? Вот написание текста закона, это госстроительство. Строить государство. Писать закон, правильно? Вот я юрец, если я пишу закон, я строю государство. Я не имею права использовать идеологию госстроительства. То есть написание이고owan. А что такое идеология? Основные цели и смыслы. То есть я не могу выстроить государственную систему формирования законодательства. Даже если я откажусь по 15-й статье от американцев. Понимаете? То есть эти две статьи являются ключевыми с точки зрения власти. Там вся Конституция плохая. Но две статьи – это статья о власти, кто начальство. Отменив эти две статьи, там маленькие пункты, мы получаем право менять всю Конституцию. Может, не я. Может, меня выклинить после этого. Наберите ее. Получше. Во-первых, она не хочет. Почему она должна менять? Значит, она подчиняется Вашингтону. Все подчиняются Вашингтону. И вы тоже. Потому что вы живете на территории, которая подчиняется Вашингтону. Вы поймите, когда слово «почему» – это значит, почему депутаты должны этого хотеть. Они наняты на работу под сегодняшнюю конструкцию власти. Они подобраны под эту конструкцию. Агитируют это, чтобы сменить. Нет. Я-то их просто агитирую, но вы их дезагитируете. Потому что, в принципе, они уже по рождению этой системы не по своим мыслям, а по своему месту работы. Еще неизвестно, в новой системе устроятся ли, грубо говоря, устроятся ли не специалисты по законотворчеству в новой Госдуме, где требуется уметь писать законы. Я думаю, что в новой Госдуме 99% депутатов будет наменено. Просто потому что не умеют этого делать. Нет. Поменять-то можно одного артиста на другого. Надо поменять на другую систему. Понимаете? Потому что думы-то мы уже сколько сменили? 7 раз. Лучше от этого стало. То есть сама по себе смена ничего не даст. И партии все, которые в Думе, а это же бутафория. Они все новые будут выполнять конституцию и работать. Даже если там новые будут фамилии красиво, очередной раз обманут людей. Вот эти вещи просто, ну, надо логику этого понимать. Ну, чтобы не ошибиться. Сейчас мы все это обсудим. Так, теперь у нас звучал вопрос по рублю. Да? Потому что раз уж мы потролли экономики.